Добрый день, дорогие друзья! Этим видео мы с вами открываем новую рубрику «Толкование Евангелия от Иоанна Богослова». С вами Патерий Кирилл Иванов, канал «С попом обо всем». Мы с вами сегодня начинаем новый цикл, открываем наши беседы по Евангелию от Иоанна. И сегодня мы разберем, наверное, только несколько стихов из первой главы Евангелия от Иоанна. Зачитаем эти стихи. «Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог». Эти стихи читаются на пасхальной службе. «Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Вот удивительные слова, но прежде чем мы с вами обсудим эти слова, наверное, нужно несколько слов вообще сказать о Евангелии от Иоанна и о самом писателе Евангелия Иоанне-богослове. Не случайно я сказал «писатели», а не «авторе», потому что автором Священного Писания мы называем Бога. Автор – Бог. Писание Бога духовновенно. Что это значит? Это значит, что автором его является Бог. «Господь Бог, Дух Святой вдохнул слова в уста пророков и в уста святых апостолов». Конечно, они писали не под диктовку, они оставили отпечаток своей личности на Евангелии, но тем не менее автором является Бог. Об этом сам Господь наш Иисус Христос говорил еще при своей жизни. Он сказал апостолам «Дух Святой, которого я вам пошлю от Отца, он придет и все вам напомнит». Вот он напомнил всю жизнь Христову, ученикам, открыл, как Моисею открыл, сотворение мира. Моисей же не присутствовал при сотворении мира, но он все это описал откровением Божьим. Поэтому Священное Писание называется откровением. Точно так же и ученики Христовы, хотя они были свидетелями, но что-то они описали такое, чего они не могли видеть, как, например, Иоанн Богослов описывает предвечное происхождение Сына, или, как он говорит, Слово Божие. Иоанн Богослов происходил из Галилеи, из селения Незначительного и Презренного. Вы помните, в диалоге с Никодимом первосвященники и фарисеи говорят, когда он пытается оправдать Христа и говорит, «Наш закон ведь не судит человека, если не слышит его, не услышит от него самого его слова». Ему говорят, «Почитай, и ты увидишь, что из Галилеи пророк не приходит». Да ты и сам, наверное, из Галилеи, так что тебя чего слушать. Вот, то есть из Галилеи считалось, ничего хорошего быть не может. Вот Иоанн Богослов со своим братом Яковом происходил из такого презренного городка, селения, которое называлось Галилея. Был он рыбаком, сыном рыбака. О нем рассказывается в Евангелии, что Христос призвал их, когда они подчиняли сети. То есть, очевидно, они были, ну, если не совсем бедные, то, по крайней мере, несостоятельные. Хотя есть и мнение, что он был довольно состоятельный рыбак, большой промысл у него был, и жена его, Соломея, мать Иакова и Иоанна, помогала Христу, и, как вот некоторые жены, которые следовали за ним и служили ему от своих имений, вот и вот эта самая Соломея, не та Соломея, которая плясала перед Иродом, да, и угодила ему дочерь Диады, а другая Соломея, мать Иакова и Иоанна, вот была в числе этих жен. Но в любом случае Иоанн был не очень состоятельный, как, естественно, его отец, его родители. Он был из презренного такого места происходил. Он не был образованным. Тем более удивительно, что он нам оставил такое писание, такое Евангелие. И церковь его называет богословом. Всего три богослова мы знаем. Это Иоанн Богослов, это Григорий Богослов и Симеон Новый Богослов. Тем более удивительно, да, что церковь назвала главным богословом того, кто не имел ни образования, ни нормальной какой-то профессии, происходил из какой-то глубинки, и вот он вдруг ни с того ни с сего стал богословом. Это внутреннее свидетельство истинности Евангелия, того, что оно богодухновенно. В отличие от трех предыдущих Евангелий, от Матфея, Марка и Луки, Евангелие Иоанна написано позже. Оно написано в конце первого или в начале второго века. Иоанн жил долго. Считается, что он дожил до столетнего возраста, по преданию, до правления императора Трояна, который царствовал с 98 по 117 годы. И, поскольку он писал Евангелие свое позже, он написал уже по-другому. Он имел уже перед глазами своими три других Евангелия, которые называются синоптическими, от слова sin, obses, совместное зрение, совместное видение. Вот они согласно друг с другом, Матфей, Марк и Лука, описывают земную жизнь Христа. Евангелие от Иоанна отличается от этих трех Евангелий. Его называют пневматическим, духовным. Иоанн делает акцент не столько на земной жизни Христа, сколько на его небесном, божественном происхождении и на каких-то диалогах, которые он вел с учениками, с Никодимом и так далее, с фарисеями. В Евангелии очень много таких богословских, духовных диалогов, которые показывают, открывают нам какие-то тайны духовные. Ну и надо сказать, что до нас дошли очень ранние списки или отрывки из Евангелия от Иоанна. Один из самых ранних вообще списков отрывочков Евангелия, который до нас дошел, это именно отрывочек из Евангелия. Это часть 18 главы, датируемая началом первого века. Считают, что этот отрывочек из 18 главы мог быть даже написан в правлении императора Трояна. То есть, ну, может быть, даже самим апостолом Иоанном Богословом он мог быть написан. Вот, но это часть 18 главы. И второй очень важный список, это список, называется Папирус Бадмера, в котором полностью до нас дошли Евангелия от Луки и от Иоанна. И его датируют концом, первого, началом второго века, 175-225 годы. Ну, нашей эры, разумеется. Вот, в нем полностью Евангелие от Иоанна содержится. То есть, очень ранние списки. Начало Евангелия от Иоанна. Да, еще скажу такую вещь. Мы сами говорили об этом уже как-то, но думаю, что стоит это повторить. Евангелие от Иоанна начинается с высокого богословия. Блаженный Иероним, почитаемый католиками, но и прославляемый как святой нашей русской православной церковью, вообще православной церковью, истолковал видение, видение Иезекииля, пророка Иезекииля, в котором пророк Иезекииль видит славу Божию, некий престол, некую колесницу, окруженную необычными существами, с крыльями, и у которых по четыре лица. Одно лицо, как у человека, второе, как у льва, как у тельца, и как у орла. Четыре лица. И вот в этом видении пророк видит, что эти животные двигались сразу во все четыре стороны, и каждая из четырех животных двигалась сразу во все четыре стороны по направлению своих лиц, которые были на четыре стороны света повернуты. Каждое лицо смотрело в свою сторону света, и каждое из этих животных, из этих существ шло сразу по направлению лица, то есть на четыре стороны света. Такое, естественно, физически здесь, в физическом мире, понятие объяснить невозможно. И вот блаженный Иероним предлагает нам такое толкование, что четыре лица — это четыре евангелиста, и как четыре Евангелия разошлись по всему миру, Евангелия благовествовали во всем мире апостолы и их ученики, их последователи, вот это и символизируется тем, что вот эти четыре лица во все стороны одновременно шли. И вот блаженный Иероним предлагает нам такое объяснение вот этих четырех лиц. Он говорит, что каждый евангелист особым образом начинает свое Евангелие. Матфей начинает с человеческого родословия Господа нашего Иисуса Христа, поэтому блаженный Иероним ему усваивает образ человека. Для евреев было важно показать, что Иисус — это Христос. Ну, Христос, вы знаете, это имя не собственное, нарицательное. Христос в переводе означает «помазанник». Евреи, Христос — это греческое слово, евреи, соответственно, говорили не Христос, а Машех, или опять же греческая калька с еврейского языка, поскольку у греков нет буквы Ш, вместо Машех у евреев получилась Мессия, точно так же, как из Иешуа получился Иисус. Так вот, евреи ждали Машеха, и им было важно показать, что Иисус — это Машех, Мессия, Христос. И вот евангелист Матфей, который пишет свое Евангелие для своих соотечественников, для евреев, в первую очередь, он и делает множество ссылок на Ветхий Завет и, в частности, на родословие Господа нашего Иисуса Христа, которое в те годы являлось документом. Можно было пойти в храм и свое родословие, любой еврей практически, чьи родословные таблички сохранились после пленения Вавилонского, чьи родословные таблички сохранились, мог свое родословие практически до Адама проследить. Вот, то есть это был документ, нельзя было просто вот так написать родословие чье-то и выдавать его за истину. Это все можно было проверить. Как сейчас, можно пойти в ЗАГС там, да, и проверить, зарегистрирован такой-то или не зарегистрирован брак, например, да. Вот так же и тогда это были документы. Поэтому евангелист Матфей начинает с родословия Господа нашего Иисуса Христа и показывает, что он был не только сын Аврамов, но что самое важное, он был сын Давидов. Потому что известно было, что Христос должен быть из колена Иудина, а Давид был из колена Иудина, и поэтому, кстати, и иудеи иудеями называются, что они от колена Иудина ждут пришествия Мессии Христа. И должен был быть потомком Давида. Давид был из иудеев, но уже вот эта вот линия мессианская сократилась со всего колена Иудина до уже рода Давидова. Поэтому Христос должен был быть сыном Давидовым, то есть потомком. Вот, поэтому Матфей его и называет сыном Давидовым. Но, возвращаясь к тому, с чего мы начали, Матфей начинает с человеческого родословия Господа нашего Иисуса Христа, поэтому блаженный Иероним присваивает ему образ человека. Вот это лицо человека, это образ Матфея. Поэтому, когда вы видите евангелистов и сзади какие-то существа с крыльями, это как раз вот оттуда, из видения Иезекииля. Итак, за Матфеем вы можете увидеть, ну обычно говорят, ангела. Это не ангел, это человек с крыльями. Ну да, ангел получается. Иногда вместо евангелистов изображают просто их символы. Это вы можете увидеть в парусах храма. Паруса это такие треугольнички, которые соединяют колонны с подкупольным, ну с барабаном обычно, да, вот такие треугольнички возникают. В этих треугольничках, в четырех изображаются евангелисты, евангелисты со своими символами или просто их символы. Евангелист Марк начинает свое повествование с пустыни, в которой проповедовал предтеча господень Иоанн. В пустыне по мысли, пустыня по мысли Иеронима это обиталище львов. Поэтому и образ льва усваивается евангелисту Марку. Итак, лев с крыльями. Лука начинает с описания богослужения в ветхозаветном храме. Помните видение Захарии, пророку Захарии, отцу Иоанна Крестителя, который увидел ангела у алтаря. Ну, ветхозаветное богослужение совершалось принесшись с ним жертв. В жертву приносили тельцов, поэтому евангелисту Луке усваивается образ тельца. Ну, и евангелист Иоанн начинает свое Евангелие с возвышенного богословия. Он поднимается выше всех евангелистов, как орел летает выше всех птиц. И поэтому блаженный Иероним ему усваивает образ орла. Итак, Иоанн Богослов это орел. Начинает свое Евангелие евангелист Иоанн Богослов с таких слов. Извините за тавтологию. «Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог». Эти слова нас сразу отсылают, как в какой-то степени и Евангелие от Матфея. Эти слова нас сразу отсылают к первой книге всего Священного Писания. Первая книга Библии называется «Берешит» на еврейском. На греческом совершенно другое слово «генезис». По-русски «бытие». «Бытие» — это перевод с греческого «генезис». А если переводить с еврейского языка, как евреи эту книгу называют, то получится «вначале». Считается, что говорят, что опытные раввины могут вам не только по поводу первого слова Священного Писания прочитать огромную лекцию богословскую, но даже по поводу первой буквы. Первая буква «бэйт». Первая буква «бэйт» в переводе с еврейского это означает «дом». И вот из этого дома, как из... Из этой буквы, как из некоего действительно дома, выходит все Священное Писание. Буква «бэйт» — «бэ», она же может быть «вэ», если в центре не стоит точечка. Вот эта точечка, которая в центре буквы «бэ» стоит, она символизирует собой всю Вселенную и все Священное Писание, которое в Боге, внутри Бога, находится как в некоем таком зачатке. Оно уже существует, но в мысли Бога. И дальше вот из этих уст, из буквы «бэйт», вот так она выглядит, из уст Божьих, как из этой буквы, вот эта точка выходит и раскрывается во всем Священном Писании. Точно так же, как и вся Вселенная, весь этот мир, видимый и невидимый, вышел из уст Божьих, был сотворен из ничего. И Священное Писание начинается тем же словом, каким начинает и евангелист Иоанн Богослов в своей Евангелии. В начале. В начале было слово. Книга «Бытие» или книга «В начале» начинается «В начале сотворил Боги небо и землю». Я не случайно так прочитал, потому что в оригинале не «В начале сотворил Бог», а «В начале сотворил Боги». Берешит Бара Элогим на древнееврейском. Берешит Бара Элогим Эд Гашамаем Вед Гаарец. В начале буквальный перевод «Сотворил Боги небо и землю». Во-первых, мы видим здесь, что с одного слова начинается и та, и другая книга. Во-вторых, мы видим, что в одном случае употреблен глагол «сотворил», а в другом глагол «было». И дальше идет в первом случае земля, а во-втором случае слово, да, небо и земля, и слово. Итак, разберем поподробнее. Остановимся на этом. Я думаю, что нам на сегодня этого хватит. Почему в ветхозаветном тексте так непонятно употреблены эти слова? Глагол дан в единственном числе, Бара сотворил, а слово «элогим» — «боги», употреблено во множественном числе. Кстати, «серафим» и «херувим» — это тоже множественное число. «Им» — это окончание множественного числа в еврейском языке. На самом деле, единственное число не «серафим» и «херувим» будет, а «сераф» и «керуф». А «серафим» и «херувим» — это множественное число. Точно так же единственное число Бога будет «эль» — «элуах». То же самое «аллах», да? «Аллах» — «элуах» — это вот «бог». Поэтому мы можем сказать, что мы тоже в «аллаха» верим, но только в того «аллаха», которого мы знаем, а не того «аллаха», которого нам проповедуют мусульмане. Это совсем другой какой-то «аллах» вымышленный. Так вот, «эль» — «ил» — «элуах» — единственное число, множественное «элогим». Это свидетельство священного писания о множественности лиц в троице, в боге. Мы еще не знаем, начиная читать священное писание, мы еще не знаем, сколько лиц. Два, три, четыре, пять. Но священное писание, бытописатель Моисей показывает нам уже множественность лиц в боге. Но в то же время он показывает, что это не два, не три, не четыре бога, не сколько-то еще, но это один бог, потому что глагол употреблен в единственном числе «бора» — «сотворил бог небо и землю», «сотворил боги небо и землю». То есть несколько лиц, сколько пока не знаем. Моисей на этом не останавливается, потому что человечество было не готово к тайне Пресвятой Троицы. Мы, наверное, еще потом поговорим отдельно о тех свидетельствах Ветхого Завета, которые свидетельствуют нам о множественности или троичности лиц в боге. В Ветхом Завете это все есть, но это прикровенно выражается, потому что человечество еще было не готово. Ну, как, например, если вы там трехлетнему ребенку будете рассказывать, что Земля круглая, он этого не поймет. Вы можете, конечно, рассказать, но толку в этом будет мало. Или, например, если девочка, там, трехлетняя, пятилетняя придет к вам и начнет вам спрашивать, «Папа, что такое аборт или откуда дети берутся?» Понятно, что вам будет достаточно про детей сказать, откуда дети берутся, да? «Из животика у мамы» или «Боженька». «Боженька детей дарит». От «Боженьки». «Господь дает нам детей». Вот. Колыбельные, кстати, были на Руси всегда такие «Бог мне тебя дал, да Богородица дала». Ну и так далее. Много таких колыбельных, в которых показывается, что дети – это дар Божий. И Господь, и Богородица хранит ребенка. Вот. И если вы начнете там трех-, пяти-семилетнему малышу рисовать всю физиологию, откуда дети берутся, то вы можете у него напрочь отбить охоту, причинить ему психологическую травму, и напрочь отбить у него охоту вступать в брак. Вот. Точно так же и в ветхозаветные времена не наступило еще время для того, чтобы открывать человечеству тайну Пресвятой Троицы. Евангелист Иоанн продолжает те слова, которые сказаны у Моисея, «Барешит, Барай, Элухи», «Вначале сотворил Боги» тем, что он открывает уже второе лицо Пресвятой Троицы. Он говорит «Вначале было Слово». Мы должны понимать, что бытописатель Моисей не случайно говорит «сотворил Бог небо и землю». Причем вот этот глагол «бара» — это сотворение из ничего. Это не творение из чего-то уже имеющегося, а из ничего. Это уникальное творение. И не случайно Моисей употребляет этот глагол, потому что он понимал, что евреи и другие народы обожествляют уже. Обожествляют и небо, и землю, богов каких-то выдумывают ложных. Поэтому он хотел показать, что земля и небо — это творение рук божьих. Что есть один бог, который над всеми, единственный бог, который сотворил небо и землю. Поэтому он сразу уничтожает какие-то мысли об обожествлении неба и земли тем, что говорит, что ее сотворил Бог. Бог, Иоанн Богослов, в отличие от Моисея, употребляет слово «было». Было слово, вначале было слово. Он, Иоанн Богослов, поскольку он действительно богослов в прямом смысле, да, высший богослов из всех, какие существовали на земле, он не мог не понимать, что если он неправильное слово здесь употребит, для богослова это недопустимо, то люди будут обожествлять то, что обожествлять нельзя. Если бы это слово несправедливо обожествлялось, то есть Сын Божий, он бы употребил слово «вначале сотворено было слово» или «вначале Бог сотворил слово». Но он сказал «вначале было слово». То есть оно было, и оно было у Бога, и слово было Бог. Этими тремя фразами для любого разумного человека, ну, верующего, этих трех фраз должно быть достаточно для того, чтобы понять, что слово Божие, во-первых, не сотворено, что оно Бог, и что оно существует столько же, сколько существует и его Отец, потому что оно было изначально у Бога. «Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Оно вначале, оно было вначале у Бога». Евангелист Иоанн Богослов показывает, вот у нас слова нет какого-то, да, и потом мы придумываем слово, оно появляется сначала в нашей мысли, потом оно произносится. В Боге не так. Это слово существовало с ним всегда. Дальше он, кстати, его называет светом, поэтому мы, когда говорим о Троице, сравнимаем Бога с Солнцем. Не бывает Солнца без Света, точно так же не бывает Бога, Бога Отца без Слова, без Его Сына. Как нет Солнца без Света, так нет Бога Отца без Сына. И без Него, без этого Слова, без Сына Божия, ничто не начало быть, что начало быть. То есть все, что начало быть, все, что получило свое бытие, получило свое бытие через Сына. Если бы это было не так, Сын же получается, как вот свидетели Иегова утверждают, он получил свое бытие во времени уже от Отца, он родился от Отца, и получается, что был какой-то промежуток между бытием Отца и бытием Сына. Это у людей так. В Боге все совершенно не так. Так, опять же, целую вас, к примеру, с Солнцем. Но есть еще один аргумент. Апостол Павел говорит в послании к евреям, в первых стихах, он говорит, что и веки, то есть и времена, сотворены им, Сыном Божьим. То есть до того, как Сын Божий сотворил времена, времени не было. Поэтому рождение Сына Божия от Отца это процесс вневременный. Вот первые стихи Евангелия от Иоанна заключают глубокое богословие. Ну и в заключение скажу о том, что в Евангелии содержится множество свидетельств Божества Сына Божия. Кроме того, что мы сейчас с вами разобрали, это и слова самого Христа, которые он говорит о том, что «Я и Отец одно, видевший Меня, видел и Отца». Во-вторых, это его дела, которые он совершал. Он говорит, если не верите Мне, не верите Моим словам, то верьте Моим делам, потому что они свидетельствуют обо Мне. Третье, это его диалог с фарисеями, когда он сказал, «Прежде нежели Авраам был, аз есме». Они взяли его побить, взяли камни, чтобы побить его, камнями этими. Он говорит, «За что вы меня? За какое доброе дело на меня камни мечете, кидаете?» Они отвечают, «Не за доброе дело, а за то, что ты, будучи человеком, творишь себя равным Богу». Что имеется в виду? То, что он сказал, что он прежде Авраама существует? Нет. То, что он сказал, «Аз есме». По-еврейски это могло звучать, как «яхве», как священная тетраграмма, которая переводится, в частности, не только как «Господь», но и как «сы», «сущий». Вот, то есть он произнес, по всей видимости, вот эту священную тетраграмму, но Евангелие до нас дошло, и написано оно на греческом языке, а говорил-то он на еврейском с фарисеями, и они его прекрасно поняли. Это свидетели и Егову не понимают. А мы прекрасно можем понимать, и фарисеи, то, что взяли камни, это свидетельствует, что Христос, по всей видимости, именно вот это слово произнес, с которым Господь открылся Моисею в кусте терновом, в купине, как мы говорим, вот они его прекрасно поняли. Он сказал «Аз есмь, я, яхве». И, наконец, последнее свидетельство вам приведу, ну не последнее, но еще одно, и другого характера. Это... вот, это строчка из шестой главы пророка Исаии. На эту строчку, ну вообще на шестую главу, к шестой главе нас отсылает Иоанн Богослов, в двенадцатой главе, сорок первый стих. Двенадцатая глава, сорок первый стих. «Сие сказал Исаия», но я не буду все зачитывать, вы можете открыть Евангелие и посмотреть, двенадцать сорок один. Он приводит пророчество Исаии, дальше говорит «Сие сказал Исаия, когда видел славу его и говорил о нем». Теперь открываем книгу пророка Исаии, шестую главу, и читаем. Сейчас я вам снова эту строчку поставлю, она на древнееврейском языке, на иврите. «В год смерти царя Азии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном. И края рис его наполняли весь храм, вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по шести крыл, двумя закрывал каждый лице свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили «Свят, свят, свят, Господь Саваоф». И Иоанн Богослов говорит, что это он видел, когда видел славу его, славу Христа. То есть серафимы и херувимы по мысли Иоанна Богослова славили Сына Божия, будущего воплощенного Христа. Славили такими словами. Вот эти слова у вас сейчас перед глазами будут. «Свят, свят, свят, Господь Саваоф». Вот здесь, если справа налево вы будете читать, вы увидите справа налево первые три слова одинаковые. «Кадош, кадош, кадош». «Свят, свят, свят». Потом идет священная тетраграмма Яхве. Кто знает еврейский язык, не обращайте внимания на гласовки. Они к священной тетраграмме никакого отношения не имеют. Тетраграмму произносили по-другому. Вместо Яхве говорили Адонай. Вот видите четыре буквы, где стрелочка сверху стоит. Это Яхве. Как раз то, что надо свидетелям Иеговы. Они только признают эту священную тетраграмму, больше ничего. Они говорят, где священная тетраграмма, там о Боге говорится. Где нет священной тетраграммы, там не о Боге. И последнее слово справа налево опять же читаем «цеваот». «Цеваот» — это по-славянски, по-русски передается как «саваоф». «Саваоф» — «Господь сил», «Господь воинств небесных». Вот вы видите четвертое слово. Здесь всего три слова. «Кадош», «Кадош», «Кадош». «Яхве», «Цеваот». Вот «Яхве» по мысли Иоанна Богослова, «Евангелие» от Иоанна Богослова, свидетели Иоговы тоже принимают. Вот. Так вот, по мысли Иоанна Богослова, вот это самое Яхве относится именно к Сыну Божию. То есть, он тот самый Яхве, который в Ветхом Завете являлся пророком. Не случайно поэтому и Купина, то есть терновый куст, который горел и не сгорал, который видел Моисей в пустыне, святая православная церковь, толкует как пророчество о воплощении Господа нашего Иисуса Христа. Куст, не сгорающий, символизировал Пресвятую Деву, а Бог, явившийся Моисею в этой Купине, это был Сын Божий, который и являлся ветхозаветным пророком. Ну, дорогие друзья, на этом мы с вами сегодня закончим. С вами был Партерик Илья Иванов. Храни вас всех, Господь! Субтитры создавал DimaTorzok